Вышла к озеру Черное. Оно не такое уж и маленькое, как мне казалось. И оказывается, я где-то вот там стояла. Оказывается, здесь пониже можно еще стоять. И прям озеро рядом. Эх, блин, ну теперь буду знать, если что. Ох, ничего себе меня что ждет. Море Курума и сильный спуск. Я, наверное, предполагаю, там где-то идти. Ох, видишь, там нормально идти. Жесть какая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я сейчас вот тут вот еле-еле спустилась, потому что налегке тут не составит труда спуститься. Вот тут я стояла, и вот тут мне надо было сюда вот спуститься. С тяжелым грузиком это капец. Причем он врезается же во все, откидывает. Ой, очень сложно. Видите, здесь вот я увидела первые метки, кстати. Там пока шла, только турики были. Вот я подошла, встала тут, чтобы было по сравнению со мной понятно, как достаточно тут высоко и как с таким грузиком тут спускаться. Спускаться просто жесть. Я вертелась, вертелась, не знала, что делать. Думала снять рюкзак, потом думаю, отсюда я его не смогу стянуть. Пришлось с рюкзаком задом сначала сюда встать. Потом я вот так вот раскорячилась между камней. кое-как вот этого камня достала. Опять здесь спуск такой, да еще и скользкий. Вот здесь я уже с рюкзаком не спущусь. Придется снимать. Я думаю, меня еще много таких подобных ждет, пока я в долину выйду. Еще непонятно, что там в долине. Короче, вот так опасно положила рюкзак. Надеюсь, он не свалится. Сейчас еще не знаю, как я его буду спускать. Я думаю, что я буду спускать. Получилось. Ну и маршрутик я себе, конечно, выбрала. Прям по мне. Какая молодец. Интересно, эти глыбы будут до конца, до самого, или там где-то закончатся. Сейчас я буду спускать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Можно умыться, можно воды набрать, попить То есть нет нужды в этом Жарище стоит невозможное Я вот то намочу голову, то кепку намочу То попью, остановлюсь Очень красивая долина, мне так нравится Такая сказочная, необычная Скалы такие красивые Река течет Там возле реки цветы Сочные такие яркие краски Как хорошо, что я тут пошла Я тут ни разу не ходила Так интересно, а места, где я ни разу не был Вроде в Иргаках столько была А есть еще места, которые я не посетила Снега тут еще Купаться можно в нем Вышла в такое классное место Тут вот такая ванна А на улице такая жара Все, народ и делаю привал Я хочу искупаться Ух 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 Uh Ух Уф Ух У Субтитры сделал DimaTorzok Вот это райское местечко я нашла Вообще тут вода такая ледяная Ледянее чем в озерах Прям ломит вообще ноги Класс Райское место дикое Кстати я специально в белье зашла Потому что жарина невозможна Я хочу чтобы оно на мне сокло Я вообще думала сначала в одежде Потом думаю натирать будет неудобно А сейчас я еще галышом искупаюсь обязательно Потому что в таких диких местах Надо обязательно купаться галышом Кстати чем холоднее вода Тем лучше обновление чувствуется Обновление организма И внутреннее и снаружи Потому что обжигает И тело реально от жары отдыхает Прям ему легче становится Ногам становится хорошо Прилив энергии такой идет Ну вот Теперь я полна силы и энергии И можно продолжать дальше Путь Вот так хорошо вообще отдохнула В этом райском местечке Реально какое-то местечко Такое прям райское, дикое Как знаете Как в фильмах каких-то таких Романтических Пуста такие классные Вообще я так рада, что я тут пошла Просто тайга, река Через тайгу течет Тайга, камни, скалы И вот мне сейчас надо Как-то перейти Вот эту речушку Я бы прям по воде и прошла Но там муть такая Я боюсь, что провалюсь Глубже, чем надо Чем можно Все Еще бы оводы не кусали Не летали Слепни до оводы всякие Которые спокойно не дают радоваться Вот этому всему Было бы вообще идеально Просто рай на земле Такие красоты в Ергаках И я здесь не была Елки-палки Сколько в Ергаке уже лет езжу Такое упустило Здорово, что я решила Изведать новые места Маршрут, конечно, очень интересный Ты по Куруму идешь То через тайгу Возле речки То вот опять Вышла на Каменюке И теперь мне опять по камням идти Огромным Среди все равно тайги Таких красивых гор Вот это виды Открываются Сейчас иду по Куруму Через тайгу С такими классными видами Даже не верится Глазам не верится, что виды такие классные Время уже Из 15.2 Уже так же утки урчит Кушать очень хочется Надо где-то остановиться И реку сделать Было пока нереально На Куруме на таком Вообще я иду и думаю Как же все-таки здорово Одной ходить Именно одиночные походы Мои самые любимые Конечно, для разнообразия Можно и с кем-то иногда сходить И я хожу, бывает Но одной Все-таки намного лучше Не надо ни под кого подстраиваться Сама себе хозяйка Принимаю решения Вот спонтанные Захотела, остановилась И скупалась Не каждый же будет это терпеть Вот вчера, например Я уже Такой серьезный маршрут был Длинный, радиалка И я столько купалась Я везде останавливалась Но не каждый бы стал терпеть Кто-то бы стал переживать Что уже поздно Что выходить потом страшно Опасно и все такое Поэтому Одной Очень здорово ходить Что хочешь, то и делаешь Желаю Todа Что же Что оживили Наши Где-то С가락 Теш trabajar Проверuchi Но вы решите Дён Алам Ж Pal вышла к водопаду тайгишонок как классно красиво вот и купаться надо было хоть еще раз купайся и здесь перекус можно сделать там сейчас будет несколько каскадов этого водопада вот это виды а класс может реально здесь остановиться покушать заодно еще раз оступаться какой-то красоте обалдеть просушка вещей от жары я вся мокрая а то что я купалась уже все высохло вон юбка вся мокрая половину это тоже мокрая просто не видно ничего товарищи я сейчас купаться опять буду у меня какой-то получается купательный поход потому что жара невозможная хочется во все водоемы просто нырять и нырять на солнце наверно больше 40 градусов а когда купаешься ныряешь гораздо легче переходы получаются переносятся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Это следующий каскад Тайгишонка Тут кругом ванны А там дождик идет Вот так идешь, идешь к каким-то местам, по Тайге, по Куруму налазишься, попревозмогаешь. Такой тяжелый путь, а потом день посредине этого пути зависнешь у какого-нибудь дикого водоема на полтора и на два часа. Представляете? И такой кайф получаешь, такую энергетику себя впитываешь. И самое главное, что это вот все возможно именно в одиночном походе, когда ты с кем-то такое невозможно. И ощущения совсем другие. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Фу, мухи в нос летят. Да, в этом лесу, конечно, проблем с дровами нет. Я вон поранилась. Кровосос в эти сосуд. А у меня пила в руке была, я машинально махнула и пилой по ноге. Благо еще не так сильно поранилась. Мухи сразу же облепляют. Это просто вообще. Их вон даже не выгнать с раны. Просто ужас. Сейчас буду обрабатывать. Капец просто. Вот эти вот зажирают. Вот эти вот. Еще есть огромные такие жирные, рыжие. Я уже переоделась, хоть мне и жарко. Потому что жрут просто... А, вот, вот. Это шершень вроде. Кто это? Ай, ай, вот они. Вот они, скоты. Они так больно кусают. И вот такие. Просто облепляют. Просто невозможно. Я все время пляшу на месте. Я вот сейчас дрова разгребаю. Разламываю там на ветке. И пилить сейчас буду. Просто невозможно на месте стоять. Надо постоянно двигаться, прыгать. И все равно не умудряются укусить. Вот эти вот жирные насекомые. Капец вообще. А невозможно. Я уже мечтаю о костре. Все, народ, я не выдержала. Не хотела так рано костер. Тем более жарко. Но, блин, это невозможно вообще. Я вся испусанная. Вот только разожгла. Один еще подлетал. Большой. Все, все разбежались. Пускай он так горит маленько. Буду подкидывать. Пока я тут дела делаю. Демит. Не лезу эти твари. Немножко напилила дров. Потом, если что, подпилю. Хочу по мысу сходить. Боюсь идти. Зажрут ведь. Заживо. Хотя, почему-то, когда в воде сидишь, они не едят. Они потом едят. Они потом едят. Они потом едят. Поставила гречку вариться. Так быстрее закипит. Быстрее сварится прям в костре. Вообще махом закипело. Не то, что подвешиваешь, мучаешься. Вот так в костер ставишь быстрее гораздо все. Я, кстати, сегодня обычную гречку варю. А из таких каши у меня только вот обычная гречка. Сейчас вот я сварю ее. И зеленая гречка осталась. А там остальное сублиматы. И еще, по-моему, одна лапша есть. И все. Кстати, я помылась. И потом, когда выдерлась. Сначала там меня эти слепные начали облеплять. Мокрую. А потом я выдерлась. И все. Видимо, запах шампуня их сбил с толку. И они все от меня отстали. Все же волосы подсохли маленько. Сзади еще мокрые. Так хорошо, когда помоешься вообще. Я хоть сегодня и купалась весь день. Везде. Но все равно это же просто купаешься, пот смываешь. А голова-то не моется шампунькой. У меня сегодня царский ужин. Бечка с овощами и майонезом. Лук, тунец. И сегодня еще зефирку одну пожарю. И может чай попью, если влезет шоколадка с печеньками. Продолжение следует... 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 У меня бабочка села. На фоне гор какая красота, усиком там что-то щекотит, когда бабочки садятся, приятно, а не эти кровососы. Субтитры сделал DimaTorzok У меня сегодня радиалка до гигантского и до ледяного водопада. Два водопада я ни разу до них не ходила. До ледяного есть тропа на карте показывает, до гигантского нет, не знаю дойду я до него или нет. У меня такое ощущение, что этой тропой крайне редко ходят, что она сильно заросшая и местами заваленная упавшими деревьями. Вышла к реке сегодня жарина. Мне кажется, что еще жарче, чем вчера. Вышла к реке. Так хочется искупаться, но здесь сильно мелко. И грязная такая крошка, знаете, плавает в реке. Она будет вся во мне. Поэтому потихлю. Может, в водопаде получится искупаться. Из-за жары очень сухо. Нигде не видно было медвежьих следов. А вот, еле-еле заметные, но это не передаст, вот, след медведя. Вот его пальцы, вот когти, вот сама подушечка. То есть, тут медведь проходил, не знаю, давно ли, нет. А я как раз недавно думала, вчера я думала, из-за жары не видать следов медведей. Или вообще медведей не видать. Но они-то меня, наверное, видели, а я вот их нет. Вышла опять к реке. Тут такой вид на вот эту вот скалу. Вообще-то красиво еще река бежит. Представляете, тайга, горная река. Места такие довольно дикие. Такая красотень. Медведи ходят рядом. Очень красиво. Да уж. Вот это я забрела. Там забрела. Видно, что этой тропой просто реально крайне редко ходит. Может, раньше она и была когда-то тут популярной. Ну, популярной вряд ли она когда-то была. Время дучащих ходили. Вот так вот и теряешь тропу. Потому что здесь заросли, вот такие просто завалы. Просто вообще реально не понимаешь, куда идти. Завалы эти путают. Туда, что ли, короче, надеюсь, я сегодня дойду хотя бы до одного водопада. Потому что гигантский-то он ближе, но там нарисовано, что тропы нет. Вернее, тропы не нарисовано на карте. А вот до ледяного нарисована она, он еще дальше. Нарисована тропа и есть. Вот посмотрим, докуда сегодня у меня получится дойти. И встретимся ли мы с медведем сегодня. Вот тут заросли, а! Ушали! Ушали! Оп, оп, оп! Галина идет! ну вот точно вот тут тоже еле-еле видно кто разбирается поймет вот он след мишанин вот они лапы ой пальцы и вот она подушечка а может быть пока я спала он ко мне в лагерь приходил хочу оттуда откуда-то от моего лагеря следы-то идут место такое прям заметно что дикое все такое завалено ну красиво я люблю такие места я уже говорила что они такими-то сказочными такими необычными кажутся вот это вот бревно такое огромное плохо видно все во мху корни такие какое огромное дерево упало это корень-то корень громадный как такие огромные деревья валятся пока только лет расслептом нас упали ну вот этот след я думаю видно немножко правда отпечаток но видно вышло какие-то тут эти как бы мне на берлогу мишанину не нарваться случайно а то тут все возможно вот кстати доказательство еще одно это мишаня все разрыто все разрыто видим и еще я сегодня именно сегодня забыла петарды взять вчера целый день таскала их позавчера таскала сегодня забыла представляете как бы хоть чем-то можно было спугнуть и свисток забыла и петарды короче у меня вообще никакой защиты нет только я и мой голос так не шаги а в общем не предстоит подъем если я не заблужусь конечно тут тропы вообще не видать на ледяной водопад куда-то там наверх надо лезть сейчас по этой тайге буду ломить наверх кстати чем выше поднимаешься тем лучше видно тропу здесь люди видимо иногда все-таки ходят но крайне редко вот она тропа вот она а вот и хороший прям следик медведь тоже на водопад оказывается пошел вот второй на его не видать вот еще один вот этот прям четкий медведь не слишком большой но уже взрослый сейчас такая прихожу на водопад а там медведь купается мне такой присоединяйся давай а вот это Продолжение следует... 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 А тут сложно, оказывается, к нему подойти. Я даже не представляю, где подойти можно. Везде вода. Как-то буду сейчас по камням прыгать. Продолжение следует... Вот я и у водопада. Водопад ледяной. Холодно вообще. Я думала, искупаюсь, похолодало. Сейчас солнце должно выпрыгнуть, я подожду. Вот эта ванна, я в ней хочу искупаться. Будет здорово. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... На счет водопада дует холодным ветром. И я прям не решалась сначала нырнуть. Не знаю, решусь ли я второй раз еще прыгнуть. Хочется? Продолжение следует... Продолжение следует... Наплюхалось вдоволь. Холодно. Там такие тучищи опять идут. Прям вообще. Сегодня, видимо, все-таки будет дождю. Сейчас маленько обсохну и буду собираться в обратный путь. Что-то я замерзла. Хофту надела. Солнце вроде, а мне холодно. Здесь дует сильно. И вода прям леденющая вообще. Реально как будто животное. Сидит на камне. Кто-то специально, видимо, ее поставил. Откуда-то же она тут взялась. Дракон или старая черепаха. Или что-то. Какой-то зверь древний. Вот с этой стороны он больше похож на зверя. Как будто пасть открыл. Или птица какая-то. Птеродактиль какой-нибудь. Прикольная коряга. Классно так смотрится на поле водопада. Зверь, который охраняет водопад. Что вы думаете? Иду я не в лагерь, а дальше. Полезно иногда в карте заглядывать. Решила просто заглянуть. Сижу, никуда не тороплюсь. А вот оказывается, это один из каскадов. Только ледяного. Тут еще надо подниматься. А там дальше, за водопадом. Там есть стоянка. Не знаю, пользуется ей или она такая же, как там я проходила. Которой нет. И есть еще озеро ледяное. И какая-то скала Парус. Но я не знаю, дойду я сегодня дотуда. Потому что далековато идти. А я же просидела. Время потратила. Мы посмотрим, докуда я дойду. Короче, мне стало интересно. Я решила дальше пойти. Вот еще один из каскадов ледяного. Это уже перед верхом, перед самым. Тоже какая красотень. Но тут хуже было бы купаться. Там мне больше понравилось. Тут ванны нет такой. Открытка прям. Какая красота. О, как хорошо, что я в Тарту-то посмотрела. И пошла дальше. Пропустила бы такую красоту. Короче, похоже, вот это все-таки завершающий верх ледяного водопада. Смотрите, откуда он вытекает прямо из-под земли, из-под камней. Я дорогу почти не снимаю. Просто бегу-бегом. Потому что я же там время много потратила. Думала, что я уже на верху. Вот. А сейчас стараюсь, чтобы мне хватило времени за день все бежать. Потому что хочу все-таки попробовать до озера ледяного добраться. Жарина невозможная опять. Лучше пусть жара будет. И уже снова хочется купаться вообще вся мокрая. А еще постоянно вверх-вверх поднимаешь. И вот здесь, кстати, опять вода вытекает. Но это уже точно самый верх. Вот такая долина. И начало ледяного получается. Просто бескрайность какая-то. Ой. А я не представляю, откуда пришла. Там это еще. Ой, как далеко до моей стоянки теперь. Самое главное, когда идете по незнакомым дорогам, тропам, там, не тропам. Тут вид, как сложно тропы тропами называть. Они бывают тропа, бывают ой-ой-ой. Так вот. Всегда, очень часто оглядывайтесь назад, чтобы запомнить дорогу. Потому что, когда вы идете туда, виды одни. А когда пойдете обратно, они будут совсем другие. И вы их не будете узнавать. Поэтому надо часто оглядываться назад, чтобы запоминать, какой вид был с той стороны, сзади. Ох, ничего себе. Короче, я дошла до озера. Оно на карте без названия. Как такому озеру название не дать-то? Оно же не маленькое. Я вот с такими видами. Ёшкин кот. Зубы какие-то каменные. Ё-моё. Это, интересно, не парус скала? Наверное, нет. Хотя фиг знает. Я не знаю, если честно. Вот это красота. Хочется искупаться, но времени мало. Не получится, наверное. Там, короче, такие тучи вообще. Вон, небо черное просто. И гремит. Аж страшно. Блин, только бы дойти, чтобы не вот под дождем, а. В общем, сначала пошла не в ту сторону. Вот оно озеро, которое без названия. И я пошла вот так с этой стороны. А надо с этой стороны, чтобы к ледяному поближе. Можно и стой, но там будет дальше гораздо. Там вдоль какого-то водопада тоже ручей или река. И там водопадик будет небольшой. Вот. И тут показывает стоянка. Но вот эта вот стоянка не очень как-то на высом месте стоять. Зато с видами шикарными. И тут есть даже костровища. Такие дела. Но я вот здесь не очень хотела стоять. Но виды, виды огонь. И озеро рядом. С этой стороны озера. Тропа нарисована на карте. Но ее реально нет. Вообще нет. Показывает, что я иду по тропе. Ее нет. Может, когда-то она была. Не пошла я озеро обходить. Рискнула с этой стороны все-таки идти. Иду по жопе вообще конкретной. Тут вообще не хуже на... Ой, абсолютно. Просто в лоб ломлю. Подозреваю, что ледяное где-то там за перевалом, походу. Ледяное где-то там за перевалом. Алина открыла новую тропу. Короче говоря, лоб ломила. Вообще сократила полностью путь. Хотя в лоб ломила. Тропа, получается, идет с той стороны озера. Да, вот это и нет, про которого я говорила. С этой стороны. С той стороны таким большим кругом. Я в лоб проломила. И в итоге на эту же тропу-то и вышла вот путь. Стоять. Я выдохлась. Я не думала, что у меня сегодня такая радиалка будет, если честно. В карту надо чаще заглядывать. Видно, что эти места вообще малохоженые. Просто турики, вот это единицы, видимо, ходят и поставили турики, чтобы другие не побуждали. Просто нехоженые места. Малохоженые. Чувствуется, что дико прям здесь классно вообще. А тут кругом скалы, вот ледяное озеро и кругом скалы. Получается, от него выхода нет. Я дошла. Вот, я дошла до ледяного озера. Понятно, почему оно ледяное. Там, смотрите, сколько снега. Ох, вот со снегом-то я раз в жизни купалась. Надо повторить. Тут вокруг просто вот скалы. Получается, прохода нет. Либо здесь какой-то категорийный перевал где-то есть. Хорошо, что я в радиалку пошла. Представьте, с тяжелым герзаком. Прешься, прешься. Оп. И тупик. Вот поэтому хорошо ходить в радиалке, чтобы разведывать все. Тут точно выхода нет. Ну, может, тут есть перевал. Я об этом не знаю. Но если он и есть, он какой-то слишком категорийный, крутой. Что-то очень круто везде. Просто цирк. И все, выхода нет. Такое озеро красивое вообще. У него цвет красивый. Не знаю, передает ли камеру. Оно какое-то бирюзовое, голубое. Наверное, не передаст. Просто оно бирюзовое внутри. Прям под водой бирюза. Свет нереальный. Может, и видно даже чуть-чуть через камеру. Подозреваю, оно слишком ледяное. Не зря же так называется. Да, ледяное. Очень ледяное. Не, вот в этом озере я долго точно не смогла бы. Вот это, это ледяное. Оно сильно прям жжет. Долго невозможно. Жесть. Дубль два. Дубль два. Знаете, какое озеро оно мне напоминает? Ох, как жжет. Бадугская. Бадугская на Дамбай. Там оно тоже было мега ледяное. Но оно было без льда. Мне кажется, что это даже еще холоднее. Если градуса 4 тут есть, это уже хорошо. Очень ледяное. Тут так тихо. Так хорошо. Только мухи летают. Воводы. Да птички поют. Иногда что-то булькает в озере. Иногда так смотришь в озеро в такое. Видно, что оно очень глубокое. И кажется, что ты туда нырнешь. Тебя туда затянет. Жалко против солнца. Все равно красиво. Я сейчас разглядела, что вот эта скала на льва похожа. Буком им как бы. Морда. Вот она. Вот нос, глаз, рот. Вот тут ухо. И вот типа грива такая. Похоже же, да? Вот присмотритесь. Я одна вижу. Везде кого-то. Кстати, вот эта скала и есть парус. Потому что она парус похожа. Огромная такая, как парус. Такие классные места, так их мало посещает людей. Вообще, я вот так вот сижу, с такими видами шикарными. В Балдею. Тихо, так хорошо, дико. Время полпятого. А я сижу. Нахожусь-то я прилично от своей стоянки. По километражу-то не сильно много. В Ергаках вообще километры нет смысла считать. Может, допустим, всего 4-5 километров быть, а идти их будешь весь день. Потому что здесь такой рельеф. Здесь перевалы категорийные. Здесь подъемы, спуски тоже бывают категорийные. Бывают просто очень сложные. Здесь пересеченка, короче, конкретная. Очень сильная. Поэтому тут километраж вообще никто не считает. Тут можно по карте посмотреть, что типа на эти 3-4 километра идти. А потом пойдешь, там такая же пца будет. Будешь весь день их идти. Надо, по идее, уже чесать. Поздно вечером нежелательно по тайге идти, где медведи ходят. Но тут так хорошо, уходить неохота. Обхожу озеро. Хочу красивые кадры снять, чтобы солнце не в кадр было. Вот он, парус. Такие виды шикарные отсюда. Какой шикарный заход в воду. Прям какого-то специально придумано. Такие камни. А там бездна. Вот бы доплыть до того льда. Но нет, вот эта вот глубина непонятная. Меня все-таки пугает. Да и времени уже нет. Я тут по таким глыбинам скачу. Такое большое желание озера хотя бы немного обойти. Видите, какие тут уже виды. На самом деле до снега это очень долго плыть. Вода настолько ледяная. Просто откажет что-нибудь и все. Останешься навсегда в этом озере. Я, конечно, рискованная, но не настолько. Я хочу жить. Еще хочу виды всякие. Посмотреть в своей жизни. Поэтому я рискую, но в меру. Я знаю, где можно рискнуть, а где не стоит этого делать. Конечно, можно всегда не просчитать что-то. Можно в магазин за хлебом выйти из дома и погибнуть. Поэтому то, что я не могу просчитать, это, конечно, уже не от меня зависит. А так я в меру рискую. Не думайте, что я совсем уже безбашенная. Тут вообще такая красотень. Так отражение видно в озере. Видно, насколько вода прям чистая, прозрачная. И видно, что она бирюзовая. Она бирюзовая цвета. Видите вот эти камни под водой? На самом деле там ой как глубоко. Настолько вода чистая, что кажется, что они близко. Как же красиво-то. Как же жалко, что камера-то не передает всего. Какая глубина. Какая бирюза. Можно утонуть в ней. Какая бирюза. Я уже прилично так озеро обскакала. Где-то до середины. Может, даже дальше. Дальше не пойду. Время уже много. Вот сейчас видно бирюзу, да? Смотрите, бирюзовая какая. Малахитовая бирюзовая. Такая красивая. Ставьте. Что это цвет? Что это цвет? Красота. Ой, так классно. Так красиво. Как я рада, что я до сюда дошла. И снег так здорово отражается. А тут вот прям рядом кусок снега. Вроде надо было заныривать-то тут. И цвет такой озера, и лед. Вон, как классно. Красиво как. Мужкин кот. Так. Т centrолог. Тсят. Продолжение следует... Сега! Сега! Он шевелит Вот я и со Сега покупалась Сега на снег Стрэш Ох блин Сейчас наверно точно лупанет В общем пошел дождик Но пока мелкий Думаю на воде видно как капает Чувствую будет большой Ох Вот там вот главное голубое небо красивое А тут то нет Тут то тучи Ох 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 Нормальный дождик пошел Ёшкин кот Вот это я попала Хочу вон туда спрятаться Дождик не на шутку Разошелся Хорошо Хоть тут Хоть какое-то укрытие нашла Конечно не сильно удобно Ну по крайней мере я думаю Он долго не будет Ну я надеюсь Ох Ничего себе Её моё Тут то да Главное не успела спуститься Хотя бы в тайгу Чтобы там не так мокнуть Прячусь тут под козырьком вот так Дождь конечно не мега прям сильный И не прям уж холодный Но не хочется мокнуть И самое стрёмное что Курум сейчас будет мокрый Вот это вот беда Придется очень медленно идти Потому что скользкий будет А бежать под дождем по Куруму по скользкому Очень опасно Лучше маленько переждать Сейчас может солнце выглянет Оно вон уже светит И подсушит Курум А это все мои купания Я когда уже со льдом полезла Я видела что сейчас этот ливанет Такая тучища была Так громахала Да ладно Все страшно Обратный путь легче Потому что он все время вниз Дождик нет Не злитесь тучки Не злитесь Хватит лить Вроде солнце светит и дождь идет Может пойти потихоньку Камни вообще вмиг мокрые стали Опасно Короче Вроде старалась медленно идти И поскользнулась все равно на Куруме Ой Уже сказала Слава тебе Господи Что я ничего не сломала Палец на руке Я так сильно болит Ну вроде шевелится И ноги сзади собрала Такие дела Вот это опасное дело Вот вроде дождь не сильный прошел Все Курум сильно скользкий стал Мне еще до озера прилично спускаться Ну до безымянного Вон оно Я сейчас буду это делать крайне медленно Потому что это очень опасно Слабонервным не смотреть Короче вот Вот чуть ниже это просто отпечаталось Вот я чуть выше поцарапалась Я обе ноги поцарапала Но там не сильно А тут сильно Такие дела Сейчас придется вот спускаться А там внизу в озере уже помою От крови Тут еще Курум нехоженный Люди редко ходят А может с этой стороны вообще не ходят И вот эта вот Вся вот эта штука Вот Она очень скользкая Только дождь прошел И все Как мыло И вот весь Курум такой Просто вообще невозможно идти Очень медленно спускаясь Берегу себя Как говорится Тут черемши так много растет И даже вот такая нормальная есть Толстенькая Вот с собой рви Неси До озера вроде недалеко А вот этот Курум сейчас Буду долго преодолевать Короче когда падаешь Ты ничего не успеваешь сделать Только понимаешь Все сейчас будет капец И быстро мыс промелькает Сильный капец Или нет будет И надеюсь Все что нет Дошла я до озера Мне его еще обойти надо И по карте посмотрела Походу Вот тут вот Где то есть перевал Где то Либо вот этот Либо вот этот Там походу просто жесть Ну по крайней мере По карте показывает Что туда тропа Куда то ведет А раз она ведет Значит наверно там перевал Но это опять же не факт Короче не знаю Видно Нет Тут я вообще сильно Содрала Прям вот так Порезала Получается я вот этими Вот Обычно колени разбиваешь А я наоборот Здесь порезала И тут прям на сгибе Такие места нежные И еще руку Вот здесь подрала Вот здесь Тут немного Короче Нормально так шмякнула И палец вывихнула Ну вроде нормально шевелится То я очень удачно упала Попала на эту На это мыло И причем на это мыло Хоть ты в какой обуви Хоть босиком Хоть в обуви Хоть в чем короче иди Оно мыло во всем Хоть в чем Ты на нем Будешь подсказывать У меня этой ноге Больше всего достается В прошлом году Этой на ноге Больше доставалось Теперь это Это отыгрывается Мишанин и какахи Лошкин кот Время без двадцати семь Вот мне только сейчас Мишани еще не хватало Еще до лагеря далеко Лошкин кот Лошкин кот Только не это Ну пожалуйста Мне еще бежать Вот это и по тайге Не надо дождя Наконец-то я пришла Мое Время пятнадцать минут девятого Дрова конечно всего Вымокли блин Я то не думала что дождь будет Ничего не предсвещала Не спрятала дрова Без костра Буду теперь Короче я вся просто мокрая Просто насквозь до трусов И в ботинках Все хлюпает Потому что Я шла по мокрой Мокрой тайге И все мне стекало По ногам по носкам В ботинки Они у меня теперь хлюпают И вообще ужас Я вся насквозь мокрая Мне надо выжиматься И еще дождик шел Всю дорогу Мелкий такой Но постоянный Он всю тайгу намочил Короче все мокрые Здесь еще жрут Надо быстро Выжиматься Переодеваться Вот всю дорогу Всю дорогу Сколько я иду Вот так гремит Грохочет и грохочет Без конца И все затянуло Все черное Хоть бы завтра Ёлки Не было ливня Дождя какого-нибудь сильного Кипячу воду Заварю себе лапшу Последнюю И все Уже время почти девять Есть очень хочется Говорить никому инфо Вот тут приоткрыла Маленько Чтоб не задохнуться Тут от газа С трудом определила Мокрые вещи В палатке Все время не знаешь Куда их деть На рюкзак Пришлось все расположить Вот там юбку Тут рюкзак На рюкзак Майку Тут вот полотенце Бейсболка Все мокрое В общем Вот такой у меня сегодня треш какой-то поход получился Радиалка Это вообще какая-то жесть Я вся вымокла Я столько упала Я потом еще По тайге неслась Упала Тоже пару раз Но там так легко Совсем Сейчас все зудит Все щипет Просто напоминает Мокрое Я вся насквозь мокрая У меня ботинки Такое себе Все Всем спокойной ночи У меня ботинки У меня ботинки У меня ботинки Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова